Русские новости Русские новости. Сегодня они посвящены человеку читающему, тому, кто покупает книги, кто не может обойтись без интеллектуального потока, который происходит и в своей собственной голове, и в окружающем мире, и который привлекает человека именно тем, что он становится мыслящим существом. Не просто манипулируемой марионеткой, а действительно существом, осознающим самого себя, окружающую действительность. Сегодня я представляю свою собственную книгу «Миграционный потоп. Закат Европы. Будущее России». Вот эта книжка. Она посвящена, в основном, конечно, Российской Федерации, потому что будущее Европы, можно сказать, уже избрано самой Европой, а в России мы еще поборемся, мы еще побарахтаемся, мы еще не готовы уступить свою собственную страну иммигрантам и уступить тем людям, которые хотят этими иммигрантами владеть как рабами, ну, а нас просто хотят либо не извести до уровня рабов, либо уничтожить. Скорее, они хотят нас уничтожить, потому что русские люди для рабства не очень приспособлены, и всю историю свою Россия и русские рабами быть не хотели. Не хотели ни подчиняться внешнему влиянию, ни внутри страны обустраивать все так, как обустраивали в Европе, где более чем полтысячи лет существовало самое отчаянное рабство. А у нас тут всякие анекдоты про крепостное право ходят, они опровергнуты историческими исследованиями, но, тем не менее, в мозгах советских людей, которые русскими так и не стали, осела вот эта ложь о том, что Россия – это страна рабов. Никогда такого не было. Почитайте Пушкина, все станет совершенно ясно. Это вам не Радищев сумасшедший, который там писал «Путешествие с Петербургом в Москву», это человек, который видел реальность гораздо дальше своего физического существования, который преподнес нам такие уроки, которые до сих пор еще не освоены, ну и величайшие русские люди никогда не говорили о России как о стране рабов. Но все-таки вернемся к вопросу о миграционном потопе, об этой книжке. Долго ждал я ее выхода, потому что любой разговор об этничности, а у нас разделить вопрос о миграции в этничности невозможно, подпадает под понятие экстремизма, потому что все то, что делается против негодяев, захвативших власть, все это объявляется экстремизмом. Ну, здесь, слава богу, издатель, издательство «Книжный мир» подготовило экспертное заключение заранее о том, что нет никакого экстремизма, все в порядке, все соответствует закону, и поэтому издатель выпускает эту книгу, опираясь на мнение специалиста. Ну, я сам являюсь специалистом, правда, сотрудники спецслужбы, или сотрудники Министерства внутренних дел, или всякие прочие сотрудники Следственного комитета и судьи, они же не собираются опираться на мнение специалистов, они собираются опираться на мнение доносителей, на мнение клеветников, поскольку вся эта структура разложилась полностью, то есть там вообще не осталось ни одного живого места, поэтому приходится вот так соломку подстилать, и составлено это заключение Академии интеллектуальной безопасности. Короткое заключение, но, в общем, вполне обоснованное. В чем смысл выпуска этой книги? Ну, во-первых, по миграции литературы очень мало, а эта книга отражает в том числе и мои выступления против миграционной политики, которая является элементом заговора против России. Этот заговор имеет вполне определенных исполнительный и тех, кто планировал всю миграционную политику, начиная с 2006 года. Решение было принято под давлением олигархической группировки, и ее ставленник Владимир Путин решил внезапно принять новые миграционные законы, якобы о миграционном учете, а реально там были законы 2006 года, которые полностью открывали Россию для иммигрантов. И кругом, и везде все эти пропутинские ставленники, чиновники и депутаты толдычили только об одном. В мире идет борьба за миграционные потоки. Вот мы и включились в эту борьбу. Они проговаривались, хотя потом все время говорили, да тут ничего, мы только всего лишь учитываем мигрантов, мы только бумажки заставляем всех заполнять, и больше ничего. Реально это было вскрытие страны, как консервной банки. Кто был исполнителем всего этого безобразия? Здесь в этой книжке есть стенограмма моих дискуссий с представителями вот этих исполнителей на телевидении. Лишь однажды мне позволили сразу после принятия в первом чтении всех этих безобразных законов выйти на телевизионный эфир и там поспорить с двумя людьми, которые выполняли преступный приказ. Это два генерала полиции, заместитель министра тогда, в тот период, заместитель министра внутренних дел Чекалин, такой очень исполнительный человек с геройской звездой, с вот этими тяжелыми звездами на погонах, который ничего не понимает в том, о чем он говорил. Абсолютно ничего. И, может быть, готовность его говорить о том, в чем он ничего не понимает, как раз и привела его к высоким должностям. Если бы нет, ну так бы остался он где-нибудь на уровне полковника со звездой, на малозначимых должностях. А здесь вот его готовность исполнять все, что угодно, подписывать любые бумаги и говорить всякие глупости, вот довела его в том числе и до телеэфира, в котором мне тоже привелось поучаствовать. И второй человек, который мне противостоял, тоже МВДшный генерал, которого направили на работу в Государственную Думу. Вот он там возглавлял Комитет по безопасности. Причем здесь вот Комитет по безопасности и миграционные потоки. Ну просто Владимир Абдуалиевич Васильев, он просто входит в эту номенклатуру партии «Единая Россия» и «Закулисных сил» как полезный идиот. И вот этих полезных идиотов рекрутируют как раз в МВД. Его пригласили тоже на этот эфир, и он там говорил, ну такие абсурдные глупости, еще и хамил там безобразно. Против меня одновременно действовали два этих генерала и их ведущий Владимир Соловьев, который, конечно, был на стороне этих миграционных законов и на стороне, ну можно сказать, сейчас-то он уже совершенно официально придворный тележурналист, а тогда об этом еще не было известно, или он зарабатывал себе эту репутацию. И вот эти два генерала и ведущие практически не дали мне сказать ни слова. Что-то я там успел проговорить, но всерьез высказаться против миграционных законов мне просто не дали. Эти люди обосновывали их правильность. И когда уже телевизионные камеры были выключены, видимо, Соловьеву как-то очень не понравилось то, что прошло в эфир от меня лично, и он обратился к аудитории, оттуда в студию приглашают людей вовсе не с улицы. Это такой наемный контингент, которому говорят, когда хлопать, и ни в коем случае не расплачиваются обещанными деньгами, когда хлопают не в попад. И Соловьев тогда сказал, ну что вот, кто поддерживает политику, которую предлагает Савильев, то есть прекращение миграции. И там примерно человек сто в публике сидело, поднял руку только один. Может быть, два или три. Ну, это было заметно, что практически никто не поддерживает. А кто поддерживает вот этих генералов, ну, вся остальная аудитория подняла руки. Тогда я сказал, ну, мы встретимся на выборах, и тогда посмотрим, кто поддерживает, кто не поддерживает вот эти миграционные законы. По наивности я считал, что нам позволят выйти на выборы. Но в 2006 году партия Родина была ликвидирована, и возможность выйти на выборы, вообще выйти в эфир, с тех пор для меня лично была практически прекращена, или очень сильно ограничена. Еще несколько раз я там в эфир прорывался, но вот где-то с 2011-2012 года для меня лично телевизионный эфир стал закрыт. И такой политической силы, которая бы выражала интересы национального большинства русских людей, на телевидении больше нет. Поэтому и о миграции говорят всякие проходимцы, или наемный контингент, даже если это генералы, то это генералы, которые давно распрощались со своим интеллектом и со своей честью. Владимир Абдуальевич Васильев, теперь у нас глава фракции Единой России в Государственной Думе, заслужил не только в области миграционной политики, но и в различных других областях. Вот как он изгалялся, чтобы оправдать вскрытие России как консервной банки, вот вы сможете прочесть в этой книге как раз в стенограмме. Открывается книжка с статьей, которая была не так давно опубликована, как раз о закате Европы и его концепции глобального севера. На самом деле вопрос стоит в спасении не только России, но и всего белого человечества, всех, можно сказать, европеоидов, против которых ведется расовая война. Причем ведут ее люди, которые не относятся ни к какой расе, хотя, может быть, и выглядят очень похожими на европейцев. Европейцы стали каким-то вот бельмом на глазу у этих людей, поэтому европейцы подлежат истреблению, не только в России, но и в Соединенных Штатах, кто думает, что там англосакцы угнездятся, очень сильно ошибаются и в Великобритании, и в Европе. Мы знаем по 2015 году, что случилось с Европой, какие там возникли обстоятельства, связанные с массовой эмиграцией неевропейского населения. Мы знаем и последние события в Кёльне, когда, видите, возникла такая охота на белых женщин со стороны понаехавших. И точно такая же охота, например, происходит и в европейских государствах, и в Соединенных Штатах со стороны негритянского населения, которое среди молодежи, распространена такая охота в виде конкурса. Идет пожилой белый человек, и к нему чернокожий должен подойти и ударить так, чтобы он упал. Вот если не удалось нанести такой силы удар, и если человек не упал, то этот юноша негритянского происхождения подвергается насмешкам. А если удалось свалить, то ему как бы зачитывается как исполнение квеста. Вот такие квесты происходят, я думаю, сейчас и в Европе. Совершенно обнаглевшая вот эта иммиграционная среда воспитывает молодежь вот в таком духе, духе оккупантов. И местные власти, которые полностью находятся под контролем закулисных сил, на это смотрят сквозь пальцы, или стараются, наоборот, стараются всячески поддержать иммиграционную вот этих инородческую иммиграцию и защитить от справедливого гнева, который, в общем, европейцы сейчас все более активно выражают. И дай бог, чтобы во Франции дальше всего продвинувшаяся национальная сила, национальный фронт Марин Липен пришла к власти и просто занялась депортацией всего этого контингента новых оккупантов, новой Орды, которая внедряется в том числе и в Российскую Федерацию. Многие территории уже захвачены в России, уже превращены в места, где русским людям и европеоидам появляться просто невозможно. Расовая война ведется, даже не этническая, а именно расовая война. Белые люди подлежат истреблению. Но это как бы такая месть тех, кто раньше жил в колониях, они претерпели, их подняли в цивилизационном отношении достаточно высоко, пусть даже и жестоко. И вот за то, что когда-то их деды, прадеды подвергались гонениям, теперь эти люди приезжают расправляться с нами. Я думаю, что если белые люди не консолидируются в отпоре этому этнобандитизму, этому потоку иммигрантов, который затопляет наше государство, то участь белого населения планеты решится, наверное, в ближайшее столетие. А этническими меньшинствами европеоиды в европейских государствах и в России тоже станут быстрее. Их сначала превратят в этнические меньшинства, а потом начнут истреблять. У нас есть даже модель, которую номенклатура имени Путина провела в Чечне. Там русских нет, можно сказать, практически не осталось. Там были русские и русскоязычные представители других национальностей. Их практически полностью физически истребили или изгнали. Вот Чечня это модель России будущего. Та модель, которая проводится нынешним руководством страны, Путиным, Медведевым и закулисной шайкой олигархов. Мы их знаем по именам, но они не светятся как люди, которые принимают решения. Они воздействуют на те решения, которые принимает Путин, Медведев и вся эта номенклатурная кодла, она действительно номенклатурная, воспроизведена номенклатура, которая была в КПСС. То есть, своих негодяев они не сажают в тюрьму, а пересаживают с места на место, с одного теплого места на другое. Я уже приводил пример фигуры Сердюкова, но это не единственная фигура. А МВД у нас, вот я упомянул, двух генералов, это такая кузница кадров, кузница кадров негодяев. Я делал передачу о задержании одиночного пикета и присутствующих рядом граждан представителями полицаев. И вот эти полицаи, полковник Махонин, капитан Кузнецов, вот это люди, это будущие руководители наших не только силовых ведомств, эти люди будут продвигаться и в политику. То есть, люди такие квалифицированные подлецы. Это самое главное их умение. Вот так же выращивались подлецы вроде Владимира Абдулевича Васильева, который сейчас якобы оказывает воздействие на политику. Нет, он занимает номенклатурный пост и делает то, что ему говорят. Точно так же делают и Путин, и Медведев, и все министры, потому что они зависимы от олигархии, являются ее ставленниками, являются плотью от плоть. Они просто выполняют свою профессиональную функцию в олигархической группировки, не более того. А другие выполняют непубличную функцию. И то, что происходит в Европе, это отражение и того, что происходит в России. Один к одному. Вскрытие Европы состоялось, иммиграционные потоки туда были направлены еще в 80-е и 90-е годы, и им способствовала вот эта политическая верхушка ставленники олигархии. И у нас тоже состоялось вскрытие, сначала расчленение России, потому что использовались этнические факторы для того, чтобы раздробить страну. А теперь такой же этнический фактор, ровно такой же, как в СССР, действует в Российской Федерации, вот эти так называемые титульные республики, это тоже средство для уничтожения страны, и оно всегда под рукой. Наращивается мощность этих этнических республик, наращиваются этнические номенклатуры, это действие абсолютно сознательное. Судьба России повторит судьбу СССР, и это прямо запланировано господином Путином и всем его окружением. Эти люди стремятся извлечь максимальную прибыль из распада Российской Федерации по схеме СССР. Поэтому сюда направляются миграционные потоки, но недостаточно слишком малочисленные вот эти этнические анклавы, которым выделены территории, выделены экономические льготы, выделены места в руководстве государством и местном руководстве, региональном руководстве. Поэтому надо как можно больше сюда переселить иммигрантов, десятки миллионов надо переселить для того, чтобы русские стали меньшинством и уничтожить русское самосознание, чтобы русские перестали считать себя русскими, чтобы даже не замечали, что они хотя бы выглядят иначе, говорят на другом языке. И этот результат уже достигнут. Многие русские забыли, что они русские. Именно поэтому они поддерживают Путина. Я лично таких людей за русских не считаю. Человек, который поддерживает русофобский, гнусный, воровской, изменнический режим, русским быть не может. Не может. И эти люди, мы их не должны считать русскими. Скажем, вся фракция Единой России в Государственной Думе это поганая нерусь, это пришельцы и оккупанты. Как бы они ни выглядели, в данном случае расовый аспект для нас не важен, а для них важен, когда они смотрят на нас, они видят в нашем лице, в лице русских людей образ врага. Человек, говорящий по-русски, отставящий интересы русских людей, для них враг. Так оно и есть. Мы враги этих людей, которые стремятся к уничтожению России. Вот хотя бы с помощью миграционных потоков. Еще эта книга дополнена такими терминологическими статьями, которые, наверное, необходимы, потому что люди никак не могут понять, что народы не равны между собой. У каждого народа своя собственная миссия, Господь Бог каждому из них предназначает какую-то свою роль. Для русского народа эта роль, но никак не совпадает с ролью других народов, которые живут на территории Российской Федерации или в других территориях где-то там на планете каждый народ исполняет свою функцию. И для русских строительство русского национального государства это то, что нам предписано историей Господом Богом. Кто этого не понимает, кто считает, что все люди равны и плохих народов нет, тот не понимает самого главного миссии своей. Если ты русский человек, ты должен участвовать в том, чтобы процветала Русь великая, великороссы и чтобы здесь правящим народом, правящим большинством были русские и только русские люди, только русские люди могут спасти Россию от небытия сегодня. И к этому мы стремимся, к этому стремимся мы в русском национальном движении. Кто находится вне его, просто уступает нашему врагу, наше собственное государство. И нашу страну уже до такой степени раздербанили, что вывести ее со смертного пути будет крайне трудно и чем дальше, тем труднее. А мы пока не видим серьезной поддержки от русских людей, ни нашей организации партии Великая Россия, ни коалиции Русский национальный фронт, ни в целом русскому движению, русским людям, которые хоть как-то оказывают сопротивление русофобскому режиму Путина. Вот когда хоть какие-то признаки этой поддержки появятся, наверное, можно будет говорить о том, что русские наконец готовятся к тому, чтобы вернуть себе власть. А пока нам нужно осознать, что миграционные потоки были организованы. Специально действовала группа во главе с Владимиром Плигиным, руководителем в то время комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в Государственной Думе. Этот человек тоже ставленник олигархии, в отличие от Путина или там Грызлова или Медведева, это человек умный. Эти-то тупицы, которые просто легко манипулируемы, им создают мотивы их деятельности, они по этим мотивам действуют, даже не замечая, что они становятся марионетками. Или, как скажем, Грызлов, которого тоже вырастили в аппарате МВД, в общем, тупой еще тупее. А это умница, это человек прекрасно знающий и человеческую природу, и законодательство, и который подготовил все эти миграционные проекты, отстранил от обсуждения вообще все профильные комитеты, которые в Государственной Думе должны были рассматривать вопрос о миграционной политике. Это, прежде всего, комитет по делам СНГ и связям с отечественниками, в котором я работал, возмущался, почему комитет не обсуждает даже эти законопроекты. Ну, там тоже свое изменническое руководство было. Комитет по международным делам тоже самое, не обсуждал эти вопросы. И даже когда они были вынесены для принятия, их запретили обсуждать. Ну, представляете, в Государственной Думе запретили обсуждать миграционные законы, которые открыли Россию для потоков в десятки миллионов инородцев, людей, не знающих русского языка, не обладающих необходимыми Россией профессиями, которые заселили вовсе не сельскую местность, где действительно не хватает кадров вот таких низкоквалифицированных, а крупнейшие русские города, Москва и Санкт-Петербург, стали главным объектом миграционной экспансии, которая организована была в том числе и господином Плигиным, и стоящими за его спиной хозяевами жизни, которым мы позволили разграбить нашу страну и присвоить государственную власть. Теперь нам нужно произвести обратный процесс, вернуть русским власть и собственность, то есть отнять то и другое у олигархии. Это является целью русского движения, целью партии Великая Россия, которую я возглавляю, и целью коалиции Русский Национальный Фронт. Между нами в этом вопросе нет никаких расхождений. Давайте мы попытаемся сделать так, чтобы и со всем остальным русским народом в этом вопросе у нас не было расхождений. Отнять собственность и власть у олигархии и вернуть ее русскому народу русским людям. Богатейшие люди в России должны быть только русские. И если человек русский при большом состоянии, большом достоянии, он всегда будет поддерживать именно русское движение, русскую общественную жизнь, он будет русским меценатом, он будет заниматься прежде всего развитием реального сектора экономики, а не счетоводством и ростовщичеством. Поэтому вся собственность должна попасть в руки прежде всего русских людей. А вот эти скоробогатеи, которые были назначены в путинский период, буквально назначены, отняли собственность у народа и отдали им. Они назначены были олигархами. Вот все эти люди должны быть арестованы по меньшей мере и остаток жизни провести в тюрьме и вся собственность у них должна быть отнята и возвращена сначала в управление специальным органом, местным органом государственной власти, построенным на народной основе общегосударственным структурам. А потом в порядке того, что называли приватизацией, на самом деле наврали, в порядке приватизации перед тем, кто будет действительно развивать производство, действительно заботится о благосостоянии страны и заботится о своих работниках, о тех, кто будет стоять у станков, кто будет создавать материальные богатства, кто-то организует производство товаров и услуг, а кто-то их материализует. Значит, что должен произойти вот такой альянс или конгломерат работника и работодателя. Это будет справедливое общество. Не там, где работодателей не будет вообще или работодателями будут только чиновники, а там, где будет происходить социальное партнерство, различные функции будут только различать людей. И вот таких богатеев, которых понаделали Ельцин и Путин, а прежде всего Путин, это он создавал 100 миллиардеров, это главное достижение Путина. 100 миллиардеров это негодействующие негодяи, которые разграбили страну именно благодаря деятельности Путина. И поэтому это его опора и деньги делают сегодня Россию не русской страной. Вот все это должно быть пресечено. Но в данном случае я просто приглашаю ознакомиться с книгой «Миграционный потоп», которая только что вышла, ее можно заказать через интернет-магазины, можно найти в интернете издательства «Книжный мир» и там заказать эту книгу, но не с целью простого любопытства к тому, что такое миграционная политика, кто ее организует, каковы ее причины вот этого безобразного решения 2006 года и к чему все это ведет. А с тем, чтобы, ознакомившись со всем содержанием книги, прийти в русское движение. И тогда совместными усилиями миграционный потоп мы остановим. Без этого русской победы мы не достигнем. Миграционный потоп должен быть остановлен, миграционные потоки должны быть направлены в противоположную сторону. Кавказцы пусть живут на Кавказе, азиаты пусть живут в Азии, а русские должны жить по всей Руси Великой. Руси Великой